Всем привет, я Дукат. Сегодня я бы хотел рассказать вам, как при помощи Unity и Playmaker'а можно очень быстро сделать неплохой платформенный шутер. Итак, поехали. Открываем Unity и создаем новый проект. Делаем пространство 2D и добавляем ассет Playmaker'а. Где его взять? Ну, например, сейчас в ассет-сторе на него дикая скидка и он доступен всего за 23 бакса. Ну или можно на торрентах по распродаже. Итак, мы создали новый проект. Первым делом нужно открыть окно редактора Playmaker'а и ставим его в удобное нам место. Я экспортирую спрайт персонажа в проект и вытаскиваю прямиком на сцену. Вуаля, персонаж готов. Но он стоит на одном месте и ничего не делает. Давайте добавим ему компонент Rigidbody 2D и теперь он имеет массу и может работать по физике. Но у нас же платформер, верно? Я добавляю платформу на сцену. Спрайтам пусть будет один из доступных по умолчанию. Растягиваем его и красим так, как нам нравится. Теперь у нас есть платформа, но персонаж все еще падает сквозь нее. Давайте добавим платформе и персонажу по коллайдеру и тогда они станут взаимодействовать. Работает! Но наш персонаж все еще не умеет ходить. Поэтому мы берем и добавляем ему стейт-машину FSM. Называем ее Movement. Самое первое состояние в стейт-машине я всегда называю Setup, чтобы иметь возможность настроить что-то при начале работы FSM. Тыкаем на первое состояние левой кнопкой мыши с зажатым контролом. И тогда же автоматически появляется событие Finished. Это стандартное событие, которое происходит каждый раз, когда все действия в состоянии выполнены. С зажатым контролом тыкаем на это событие и оттягиваем мышь в сторону. Отпускаем левую кнопку мыши и автоматически получаем новое состояние. Это очень удобно. Новое состояние мы назовем Movement. Внизу у меня оно не влезло, но вы поверьте, есть кнопка Action Browser, нажав на которую у вас появится окно со списком действий. Я люблю пристыковать это окно к редактору плеймейкера. Действий здесь действительно очень много. Легко заблудиться, поэтому я обычно пользуюсь строкой поиска. Набираем там Get Access и нам тут же выдается список действий с этими словами в названии. Добавляем тот самый Get Access. Нам нужна горизонтальная ось, поэтому мы пишем в поле оси Horizontal и складываем значение горизонтальной оси в переменную Input X. Затем ищем действие Set Velocity 2D и в значение X вставляем нашу переменную Input X. Не забываем отметить чекбокс Every Frame. Это означает, что действие будет выполняться каждый кадр. И буквально через мгновение мы можем двигать персонажа. Он раскачивается так смешно, потому что ему нужно запретить вращаться по оси Z в компоненте Rigid Body. Хоп, и теперь все в порядке. Скорость перемещения персонажа зависит от переменной, на которую умножается значение Input X. Назовем ее Movement Speed. Вот тут во вкладке Variables собраны все переменные, используемые в этом FSM. Чтобы переменную можно было задавать через инспектор, а не лезть внутрь каждый раз, можно поставить внизу галочку рядом со словом Inspector. Вот тут у меня опять не влезло. Теперь в пункте Controls есть значение переменной скорости персонажа. Уже лучшее. Но как насчет того, чтобы наш персонаж научился разворачиваться в зависимости от того, в какую сторону он двигается? Чтобы это сделать, нам нужно создать новый FSM. Назовем его Turning. Первое состояние как всегда Setup, и из него мы выходим в состояние Listener, который будет делать весь трюк. А сделаем этот трюк на основе скорости нашего персонажа. Ищем действие Get Velocity 2D. Добавляем, и в значении X записываем новую переменную под названием Velocity X. Не забываем про галочку Каждый кадр. Проверяем, все работает. Прямо в окне с действием можно видеть, как меняется наша новая переменная. Теперь мы будем брать эту переменную и сравнивать ее с нулем. Для этого мы ищем действие Float Compare. Добавляем, и на место первой переменной ставим наш Velocity X. Вторая переменная равна нулю. Если наша скорость равна нулю, то мы смотрим вправо, например. А если она меньше нуля, то смотрим влево. Если больше нуля, опять вправо. Каждый кадр. Реорганизуем немного пространства внутри FSM, чтобы было удобнее. Тут же создаем новое состояние для поворота направо и поворота налево. Для того, чтобы повернуть персонажа влево, нужно всего лишь развернуть его по оси Y на 180 градусов. Можно и отскелить по X на минус 1, но вращать его по моему личному опыту сподручнее. Мы находим действие Set Rotation и задаем ему значение Y180. Затем жмакаем с зажатым Ctrl на состояние, получаем автоматически событие Finished. И уводим его обратно в состояние Listener. В состоянии Write, где мы поворачиваем персонажа вправо, мы просто копируем действие Set Rotation, но в значении Y запишем 0. Ведь нам же нужно вернуть героя в исходное положение. Запускаем и не работает. Все потому, что FSM сошел с ума и не может выполнить бесконечно многое количество переходов, ибо сигналы на поворот поступают каждый кадр. Мы делаем следующее. Во-первых, в состоянии Listener мы убираем событие при Velocity X равном 0. Во-вторых, добавляем действие Next Frame Event и даем ему событие Finished. Вот так теперь работает отлично. Теперь не мешало бы заставить нашего болванчика прыгать. Создаем новый FSM, называем его Jumping. Внутри все по старой схеме. Сначала Setup, потом активное действие. Снова называем его Listener. Здесь мы будем ждать нажатия кнопки прыжка. Ищем действие Get Button Down. И записываем в значение кнопки Jump. При нажатии отправляем событие Jump. Создаем новое состояние, в котором будем прыгать. Чтобы персонаж прыгнул, надо дать ему импульс. Делается это действием AddForce 2D. Работать оно будет только, если у нас есть компонент RigidBody 2D. В значении Y пишем 10. Force Mode меняем на импульс. Закольцовываем событием Finished в Listener и запускаем. Ого, как здорово скачет. Прям как на луне. Давайте добавим ему немного массы. Лезем в компонент RigidBody 2D и ставим Gravity Scale 3. Так-то лучше. Но герой наш может прыгать всегда, когда игрок нажмет на кнопку прыжка. Даже если он уже в воздухе. Поэтому не помешает сделать проверку на это дело. Создаем новое состояние и добавляем действие Raycast 2D. Дистанцию ставим 1. Направление минус 1 по Y. Когда мы что-то задеваем своим лучом, получается Hit Event. Пусть он стреляет в событие Jump. Если Raycast ничего не задевает, значит мы просто по событию Finished возвращаемся в Listener. Наш парень все еще прыгает без остановки. Это все потому, что его Raycast задевает его же собственный коллайдер. И система проверки считает, что все в порядке. Чтобы этого не происходило, нужно создать новый слой для игрока. Назовем его Player. А внутри Raycast'а скажем, что у нас есть слои, которые мы бы не хотели задевать. Пишем в значении Layer Mask 1. И тут же получаем элемент, в котором выбираем наш слой Player. Ставим галочку Invert Mask. Это позволит Raycast'у не обращать внимания только на слой с игроком. Опа! Работает, черт побери! Теперь было бы неплохо сделать нашему герою анимацию прицеливания. Для этого нужно раздербанить нашего персонажа на составляющие. Вот таким вот образом. Пушка отдельно, тело с головой отдельно, ноги отдельно. Все спрайты, используемые в данном видео, будут доступны для скачивания по ссылке в описании. Импортируем всю эту красоту в Unity. Для удобства и организованности внутри нашего персонажа, нужно создать новый пустой геймобжект, который будет содержать в себе все спрайты. Я назову его Sprites. Внутри него создаем геймобжект под именем Root, чтобы иметь больше контроля над анимацией в дальнейшем. Затем идем в проект, выделяем все новоприбывшие спрайты из зажатой клавиши Alt, перетаскиваем их все в объект Root. Готово! Разместим все спрайты на свои места. Для этого сделаем целикового чувачка полупрозрачным и переместим на его место остальные запчасти. Вот так. Чтобы все спрайты были видимы как нам надо, нужно настроить их в порядке на слое. Для этого меняем последовательное значение Order in Layer. Для того, чтобы нам было удобнее персонажа этого анимировать, мы должны создать подходящую иерархию спрайтов. Например, запихиваем голову и пушку в тело, ботинок в ногу, второй ботинок во вторую ногу. Я люблю, чтобы ноги у меня были отдельно от тела. В баде создадим новый геймобджект, назовем его Weapon и запихаем Gun в него. Переименуем наш спрайт с оружием в Gun Sprite, просто для удобства. Теперь целиковый спрайт персонажа можно убрать вообще как компонент, он нам больше не понадобится. Это стоило сделать изначально, но я забыл. Каждому спрайту надо настроить правильный пивот поинт, чтобы он вращался вокруг него. Открываем спрайт эдитер и делаем свое грязное дело. После этого персонажа переколбасит, но не пугайтесь, все нормально. Просто ставим его запчасти назад, как было раньше. Оружие нужно поставить так, чтобы когда мы его вертели за геймобджект Weapon, все выглядело красиво. Теперь сделаем прицеливание. Чтобы герой смотрел в мышку, нам нужна цель. Это будет геймобджект с подпольной кличкой Курсор. Добавляем в него спрайт и используем кругленький спрайт из тех, что есть по умолчанию. Красим его в красный цвет, создаем этому курсору FSM, который будет следить за мышкой. В стандартном наборе плеймейкера, к сожалению, есть не все действия, но энтузиасты постоянно пополняют копилку. Чтобы получить кастомные действия, нужно установить экосистем браузер. Найти его можно во вкладке Playmaker Addons Download Addons. Открывается окно браузера и мы сможем скачать экосистем браузер. Скачалось, устанавливаем. Unity заботливо предлагает нам сделать бэкап, прежде чем устанавливать непонятную хрень в проект. Рекомендую так и поступить. Хорошо, установилось. Идем во вкладку Playmaker Addons Ecosystem Ecosystem Browser. Жмем и начинать использовать. В строке поиска набираем Follow Mouse 2D. Браузер находит действие, мы жмем Get. И он его скачивает и устанавливает. Готово! Идем в FSM на курсоре и в состоянии Follow Mouse ищем новоприобретенное действие Follow Mouse 2D. Значение Smoothing нужно поставить на 1, Screen Offset на 0. Keep on Screen можно выключить. И теперь у нас курсорчик постоянно следует за мышью. Сделаю спрайт побольше, чтобы его было лучше видно. А для того, чтобы оружие наше знало, где курсор, мы берем и находим в состоянии Setup действие Get Owner. Это позволит нам запихать GameObject с курсором в переменную, но переменную мы будем делать глобальную. Это значит, что все объекты на сцене смогут к ней обращаться напрямую без посредников. Добавляем глобальную переменную и Playmaker предупреждает нас, что глобальные переменные это вам не фигушки воробушкам показывать. С ними нужно быть аккуратнее. Все эти глобальные переменные мы можем посмотреть во вкладке Playmaker Editor Window Global Variables. Я люблю пристыковать это окно к списку действий. Вот теперь у нас есть GameObject, глобальная переменная по имени Курсор. Когда мы запускаем игру, сам курсор запихивает себя в эту глобальную переменную. Теперь создаем новый FSM для персонажа. Назовем его Aiming. Как всегда, сначала Setup, потом активное действие. Я назову его Aim. Во-первых, создаем новую переменную Weapon. Ставим ей галочку «Отображаться в инспекторе». Запихиваем наш GameObject Weapon, который содержит в себе спрайт пушки, в эту переменную. Во-вторых, берем действие Get Position. Ставим наш глобальный курсор в объект, позицию, которого мы будем искать. Складываем эту позицию в вектор, который назовем курсор V. Конечно же, каждый кадр. Затем берем действие Look at 2D. GameObject, который будет смотреть куда надо, выбираем нашу переменную Weapon. В значении Vector3Target выбираем тот самый курсор V. Каждый кадр. Рисуем дебажную линию. Теперь у нас пушка смотрит всегда в курсор. Ура! Но разворачивается наш чувак все еще только в зависимости от того, куда он идет. А надо бы, чтобы он всегда смотрел в курсор. Поэтому мы модифицируем наш старый FSM по имени Turning. Теперь мы берем и удаляем все, что связано с его скоростью. Теперь мы будем сравнивать X курсора и X игрока. В состояние Listener добавляем действие Get Position в GameObject и убираем наш любимый курсор и складываем его значение X в переменную CursorX. То же самое повторяем и для игрока. Складываем его значение X в переменную PlayerX. Свернем эти действия, чтобы не мешали. Затем мы добавляем действие Float Compare и сравниваем CursorX и PlayerX. Если они равны, ничего не происходит. Если X курсора меньше X игрока, значит игрок смотрит влево. Если наоборот, значит игрок смотрит вправо. Ну, пушка у нас все еще выглядит смешно. Поэтому в состояниях, где у нас спрайт игрока разворачивается, мы еще и будем скейлить пушку по игре. Смотрим налево, скейл пушки минус 1. Смотрим направо, скейл 1. Для этого сначала нужно запихать нашу пушку в новую переменную, доступную из инспектора. Пихаем. Далее добавляем соответствующее состояние действия Set Scale. И выставляем соответствующие значения. Если у вас что-то не получилось, поиграйте со значениями. Может быть придется отскейлить и по Иксу, или только по Иксу. В моем же случае получилось в итоге так, что скейлить пушку по Иксу достаточно. Отлично, работает. Теперь я поставлю чувака в 0 координат, чтобы выровнять его по центру. Это важно, чтобы враги в дальнейшем корректно в него целились. Да и разворачивался он без неприятных рывков. Не забываем подправить его коллайдер. Ах да, я там забыл сделать так, чтобы в FSM поворота сравнение Икс игрока и Икс курсора происходило каждый кадр. Это может вызвать проблемы. Не забываем тестировать каждую новую фичу. Теперь, когда я поправил коллайдер игрока, стало видно, что спрайты персонажа находятся за платформой. Чтобы это исправить, можно добавить герою компонент Sorting Group. Добавим новый сортировочный слой Player и запихаем туда нашего игрока. Главное, чтобы он был ниже слоя Default. И тогда все, что находится в слое Player, будет перед тем, что находится на дефолтном слое. Проверяем. Отлично. Теперь персонаж на переднем плане. Можно, кстати, еще заморочиться над тем, чтобы и голова также смотрела в сторону прицела. Делается это абсолютно так же, как и в случае с оружием. Теперь мы будем анимировать. Заходим в окошко Animation нашего персонажа и жмем на кнопку Create. Сохраняем новую анимацию в соответствующую папку для удобства. Первая анимация у нас будет Idle. Чтобы анимировать, тыкаем на красный кружок, введем таймлайн на кадр, где будет единичка и тянем GameObject Body нашего персонажа вниз. Это автоматически создат ключевые кадры, как там, где мы выделили на единичке, так и в начале анимации. Копируем начальные ключевые кадры на двоечку и получаем плавную анимацию. То ли дыхание, то ли покачивание. Короче, шевеленка, персонаж не стоит столбом и ладно. Теперь делаем анимацию бега. Так ее и назовем. Для этого нажимаем на красный кружок. Берем ближнюю ножку и вертим ее так, будто она в заднем крайнем положении. Дальнюю ножку ставим так, чтобы она была в переднем крайнем положении. Получившиеся ключи копируем на 40. Уводим таймлайн на 20 и меняем положение ножек местами. Теперь ближняя нога в переднем положении, а дальняя в заднем. И еще раз копируем все получившиеся ключи с начала анимации на сороковку. Получаем анимацию, где наш персонаж болтает ножками. Чтобы сделать из этого бег, нужно сделать так, чтобы та нога, которая идет назад, была прямая. А та, что идет вперед, была согнута. Идем на десяточку и производим соответствующие манипуляции. То же самое и на тридцатке. И вуаля, наш персонаж уже бежит. И еще добавим немного эффекта посредством того, что будем изменять положение тела. Берем наш бадди и на десятке тянем его немного вниз. Копируем этот ключ на тридцатку, а ключи из нулевой отметки копируем на двадцаточку и на сороковку. Получается эффект, будто он на самом деле бежит, а не просто болтает ногами в воздухе. Хорошо, теперь лезем в аниматор героя. Здесь у нас две анимации, айдл и ран. И между ними нужно как-то перемещаться. Для этого нужно передавать нашу скорость перемещения в аниматор. Лезем в fsm-movement и добавляем туда действие set-аниматор float. Параметр пишем в velocity, а в значение value ставим нашу переменную input x. Не забываем про каждый кадр. В самом аниматоре добавляем параметр float под именем velocity. Справа в условии перехода из анимации айдл в анимацию ран добавляем, что у нас параметр velocity должен быть больше 0.1. А в обратном переходе ставим, чтобы параметр velocity был меньше 0.1. Тестируем. Отлично, у нас работает анимация только в случае, когда мы идем вправо. При перемещении влево у нас velocity меньше 0. И поэтому такая система работает некорректно. Сейчас мы будем ее допиливать. Чтобы все работало, нам нужна абсолютная величина переменной velocity. Для этого лезем в наш fsm-movement. Если мы добавим действие float apps и запихнем туда наш input x, то тогда персонаж сможет ходить только вправо, потому что отрицательного значения у него не будет. Поэтому мы придумаем заморочку. Получим скорость персонажа посредством действия get velocity 2d. И запихнем скорость по x в переменную velocity x. Затем будем отправлять эту переменную в аниматор, но перед этим прогоним ее через действие float apps, чтобы оно всегда было больше 0. Тестим и получаем, что все отлично. Теперь персонаж бегает, когда перемещается. Но есть проблема. При беге назад персонаж бегает лунной походкой. Это не то, чего мы с вами хотим. Как мы выйдем из этой ситуации? Да проще простого. Создаем новую анимацию runback. Копируем туда все ключи из анимации run. Но промежуточные ключики мы убираем. Пусть персонаж опять болтает ножками в воздухе. Но теперь мы будем болтать ножками в обратном направлении. То есть получается та нога, которая идет назад, должна быть согнута. А та нога, которая идет вперед, должна быть прямая. Ведь мы же отталкиваемся от земли. Производим соответствующие действия. Не забываем про то, чтобы потягать немножко бадди. Чтобы он также слегка подпрыгивал при беге. Отлично. Но для того, чтобы встроить анимацию бега назад, нам придется создать в аниматоре blending tree. Назовем его running tree. Открываем двойным щелчком мыши. Blending tree позволяет смешивать нам некоторые анимации. Нажмем вот тут на плюсик. Выберем add motion field. И сделаем так три раза. В образовавшиеся места вставляем наши анимации idle, run и run back. Убираем галочку с пункта automate thresholds. Это позволит нам задавать параметры, при которых начинает работать та или иная анимация вручную. Так как у нас все завязано на скорости, вводим для анимации run threshold равный 0.1. А для анимации run back минус 0.1. Таким образом, когда в аниматор придет переменная velocity равная или меньше минус 0.1, то персонаж станет проигрывать анимацию бега назад. То же самое, только наоборот и с бегом вперед. При этом все это будет красиво и плавно смешиваться. Тут становится понятно, что мы совершенно зря в анимации idle не зафиксировали положение ног, предлагая это сделать прямо сейчас. Теперь все работает идеально. Далее мы вновь возвращаемся в fsf movement. И отключаем действие float apps. Таким образом, теперь в аниматор у нас идут как положительные, так и отрицательные значения, позволяя персонажу бегать как вперед, так и назад. Красота! Но есть нюанс. Когда персонаж смотрит влево, у него все перепутано и анимации работают неправильно. Сейчас мы будем это исправлять. Первым делом удаляем действие float apps. Оно нам больше не нужно. Добавляем действие float multiply. Оно позволит нам умножать нашу скорость на коэффициент либо 1, либо минус 1. В значении float variable выбираем нашу переменную velocity x. В значении multiply by вводим новую переменную и назовем ее direction coefficient. Каждый кадр, конечно же. А задавать этот самый коэффициент мы станем из fsm, который отвечает за поворот персонажа. Для этого идем в fsm turning и залезаем в состояние right. Добавляем действие set fsm float. GameObject оставляем useOwner. fsm name выбираем movement. Variable name. Direction coef. И value поставим на 1. Копируем это действие в состояние left и меняем там value на минус 1. Теперь запускаем игру и видим как у нас все идеально работает. Но теперь у нас новая беда. Каждый раз, когда персонаж подпрыгивает, он все так же болтает ножками в воздухе, будто бегает. Чтобы это подправить, мы создадим новую анимацию. Назовем ее jump. Внутри мы смешно задерем ножки героя, как в марио, и пойдем прямиком в fsm jumping. Внутри мы в состоянии jump, мы добавляем действие setAnimatorBull. Назовем этот bull grounded, value поставим пустым. Затем копируем это действие в состояние listener, и там ставим значение нашей булки в положение true. Далее идем в аниматор, добавляем в параметры ту самую булевую переменную grounded, и настраиваем переходы анимации из состояния any state в jump, а из jump в наше дерево смешивание running 3. В первом случае мы будем делать условия, чтобы grounded было false, а во втором случае true. Запускаем, проверяем, нифига не работает. Проблема в том, что булевую переменную grounded моментально становится true, даже не успев запустить анимацию прыжка. Чтобы решить проблему, мы создадим новое состояние, я назову его reset. В него добавляем действие raycast 2D, пусть он raycast вниз, как в проверке прыжка рядом. Если оно что-то задевает, то по переходу grounded мы переходим в listener. Но опять же, чтобы raycast не производился моментально, и еще на земле, а чуть позже в воздухе из состояния jump, мы будем выходить через действие wait, и срок ожидания поставим там 0,1. Проверяем, все работает почти идеально. Меня на данный момент это вполне устраивает. Теперь мы научим нашего парня стрелять. Для этого мы создаем новый геймобджект и называем его bullet. Внутрь кладем спрайт и выбираем стандартный прямоугольничек, растягиваем его и красим на свой вкус. Тут же создаем в проекте папку prefab и складываем туда нашу новую пульку. Добавляем пули fsm, я назову ее movement. Внутри, как всегда, сначала сетап, потом активное состояние, его мы тоже назовем movement. Добавляем действие translate и в значении x пишем число 10, каждый кадр. Запускаем, пуля летит вперед, красота! Сделаем ее чуть-чуть крупнее, чтобы было заметнее. Удаляем пулю из иерархии сцены, ведь у нас есть prefab в проекте. А тем временем наш чувак получает новый fsm, который будет назван shooting. Внутри все по старой схеме. Активное состояние listener. Здесь мы будем ждать нажатия кнопки выстрела. Находим действие get button down и добавляем его в наше состояние. В имени кнопки оставляем fire1. Событие отправляем в fire, переходим по нему в новое состояние. Здесь мы создадим новую пульку. Добавляем действие create object. В нем мы вместо создаваемого объекта создадим переменную под именем bullet prefab. В значении spawn point также создадим новую переменную spawn point. Перейдем в список переменных и сделаем bullet prefab и spawn point видимыми в инспекторе. Затем перенесем туда prefab пули из нашего проекта. А чтобы сделать spawn point создадим внутри нашего объекта weapon внутри персонажа. Новый game object, который так и обзовем spawn point. Его же и перетащим в соответствующую переменную у персонажа. Запускаем и о чудо персонаж стреляет и пульки летят из того самого spawn point. Но стрелять мы можем только тыкая на кнопку огня. Чтобы стрелять очередями нужно добавить состояние, которое будет проверять нажатие кнопки огня. И делать то, что нам надо. Создаем новое состояние, называем его check. И ищем действие getButton. Добавляем и в значение storeResult добавляем переменную firepressed. Это булка, которая будет нам говорить о том, нажата ли кнопка огня. Ее мы и будем проверять действием bulltest. Если переменная firepressed все еще true, значит мы посылаем событие fire. Если переменная равна false, отправляем событие stopfire. Но, чтобы плеймейкер не сходил с ума, мы создадим там небольшую задержку. Создаем новое состояние таймер и добавляем в него действие wait. В значении time добавим новую переменную fire delay, которую потом сделаем доступной в инспекторе и зададим ее вручную. Таймер этот мы располагаем как раз между событием fire и состоянием fire. Задаем значение переменной fire delay в 0,2 секунды. Это значит, что пуля будет рождаться каждые 0,2 секунды, пока мы держим огонь нажатым. Проверяем, все работает отлично. Далее нам нужна вспышка для выстрела. Поэтому мы создаем новую систему частиц, которую назовем PS Muzzle Flash. Сразу зададим ей форму и разворачиваем как нам надо. Я не буду описывать процесс настройки системы частиц, сегодняшнее видео все-таки про плеймейкер. Единственное, что скажу, так это то, чтобы спрайт партикла вертелся вместе с пушкой, нужно в его компоненте Renderate задать значение параметра Render Alignment Local. Единственное, что он может потеряться в трехмерном пространстве, так что нужно будет скорее всего сбросить любые значения Rotation у системы частиц. Также мы убираем самостоятельную миссию партиклов, ставим 0 и убираем галочку Looping. Теперь, чтобы наша вспышка работала, в состоянии стрельбы нужно добавить действие, которое будет выстреливать одну частичку. Такого действия нет по умолчанию, поэтому нужно скачать его из экосистемы. Называется оно Particle System Emit. Скачиваем, ставим. Систему частиц, которые мы будем эмитить, запихиваем в доступную из инспектора переменную в значении Count Particles пишем 1. И немедленно получаем результат. Вспышка при выстреле. Но проблема в том, что почему-то герой стреляет по 2 пули, когда мы нажимаем лишь 1 раз. Это легко можно исправить, поменяв последовательность состояния в нашем FSM. Если мы будем уходить на таймер сразу после выстрела, но потом будем уже делать проверку на нажатую кнопку, то все будет работать как надо. Отлично. Теперь нам нужны гильзы. Делаем еще одну систему частиц и настраиваем все точно так же, как в случае со вспышкой. Спрайт для гильзы я нарисую во флэше как обычно, чтобы спрайт отображался в системе частиц адекватно, он должен быть обязательно квадратным. Оп, готово. Настраиваем все и гильзы уже работают. Единственное, что чтобы не было вот такого полета гильз над гнездом кукушки, ставим им Simulation Space World. И все прекрасно работает. Мне показалось, что вспышка у нас недостаточно красивая и я замутил для нее картинку получше. Вот так вот, теперь все отлично. И последний штрих, это чтобы не засирать иерархию пульками, мы добавим ей действие ожидания в 3 секунды, а потом будем ее уничтожать. Уводим ее FSM в состояние Destroy и добавляем туда действие Destroy Self. А еще я немного ускорил пули, чтобы они не летели так скучно и сонно. И вдобавок можно шевелить ручки при стрельбе. Для этого создадим новую анимацию. На ней возьмем спрайт оружия и отодвинем его немножко назад, развернув чутьок вверх. И пусть возвращается в исходное состояние. В аниматоре мы создаем новый слой Arms Layer, в котором должна находиться наша новая анимация. Пускай по дефолту этот слой уходит в пустое состояние анимации, а анимация Shoot у нас выходит из Any State при условии, что включен триггер стрельбы. Настраиваем переход, добавляем параметр Trigger Shot. Настраиваем соответствующие условия для перехода анимации, а в FSM стрельбы, в состоянии стрельбы мы просто добавляем действие, при котором наш аниматор будет отправляться в соответствующий триггер. Ищем Set Animator Trigger и настраиваем его как надо, надеюсь это уже не нуждается в объяснении. Проверяем, ничего не работает, а не работает, потому что мы забыли добавить вес слою с руками. Просто тыкаем на значок шестеронки на слое и увеличиваем вес этого слоя до единицы. Теперь все отлично, теперь у нас есть отдача и все выглядит очень круто. Ну а на этом первую часть этого видео я предлагаю завершить, а то слишком уж трудоемкий процесс. Да еще и с непривычки. Пишите понравился ли вам такой формат и я смонтирую для вас вторую часть этого, с позволения сказать урока, где мы сделаем односторонние платформы, настроим врагу простенькое поведение и также сделаем выход с уровня и ключ для него. Пишите комментарии, ставьте дизлайки, играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий, всем пока-пока!